Коллеги, добрый день. Давайте-ка проверим связь, звук, видео. Подскажите. Видно, слышно? Отлично. Плюсики видим, огонечки видим. Ну тогда поехали. Коллеги, рады приветствовать вас на нашем вебинаре. И сегодня мы поговорим с вами о нормах, но не о нормах ГТО, а о нормах складских. А также о проблематике нормирования и как нормирование помогает понять себестоимость выполнения операций. Спикером сегодня буду я, Жданов Юрий, и моя коллега Ирина Боксбергер. Наш вебинар будет состоять из нескольких частей. В вводной части я расскажу о проблематике нормирования. Далее моя коллега раскроет тему нашего мероприятия и разложит все по полочкам. А в конце мы выделим 10 минут на ваши вопросы и обсуждение их. На сегодняшний день нормирование занимает значительную роль в жизни склада. Ну или точнее сказать, должна занимать значительную роль в жизни склада. К сожалению, как показывает наш опыт, не все склады считают время выполнения ежедневных задач. И из-за этого происходит много проблем. Из-за этого появляются некорректные нормы, а как следствие и неправильные кадровые и управленческие решения. Коллеги, не слышно. Из-за этого появляются кадровые проблемы и проблемы неправильных управленческих решений. Одной из основных проблем является кадры. И если, допустим, сотрудников у вас много, а склад, например, неинтенсивный, то у вас появляются такие сотрудники, как из известного советского фильма с фразой «Кто не работает, тот ест, учись студенты». А это значит, что кто-то уже давно получает зарплату, а может быть и хорошие бонусы, напрасно. Это все приводит к тому, что неправильные управленческие решения основываются на неверных нормативах. Или же есть ситуации наоборот, когда у вас много работы, но очень мало сотрудников. Тогда ваш персонал работает на пределе своих возможностей или, проще говоря, на износ. И вам, как руководителю, приходится слышать много приятных слов в свой адрес. Опять-таки, эта ситуация выливается из-за некорректных ориентиров на время выполнения операции. Но в конечном счете вы сами себе говорите, «Ну мы же молодцы, мы же все отгрузили и в среднем, в принципе, сделали все верно». И действительно, в среднем вы молодцы, вы сделали все так, как надо. Но вы, например, затянули приемку товара, а значит, вы задержали машину. И это может привести к тому, что ваши партнеры выставят вам какие-то претензии или штрафы. Или же водитель не успеет на следующей точке загрузиться или разгрузиться. И опять-таки, это приведет к негативу и к каким-либо санкциям со стороны ваших партнеров. Поэтому очень важно соблюдать баланс между количеством работы и количеством персонала. Но опять-таки, это возможно только за счет правильных расчетов норм и правильного понимания, какое количество сотрудников вам необходимо для обработки вашего объема. Как же все-таки посчитать эти нормы? Конечно же, только фактически зафиксировав время выполнения их. У многих из вас, как и у меня, нормирование ассоциируется с девушкой-номировщицей, которая стоит с секундомером и фиксирует время выполнения этой операции. Но на сегодняшний день нет необходимости в таком персонале. И современные ВМС-системы связки с ТСД фиксируют время выполнения всех операций, а также накапливают эту статистику и потом обрабатывают эти данные. И после накопления такой статистики у вас появляются различные показатели, с которыми вы можете работать. Ну, например, среднее время приемки товара или какое количество килограммов ваш сотрудник может переместить за смену. И таких показателей становится все больше и больше. И у вас, как у менеджера склада или как у директора, появляется возможность планирования. Планирование временных окон для осуществления приемки, для осуществления отгрузки, отбора заказов или для выполнения каких-то внутренних операций. У вас появляется понимание того, насколько же все-таки ваш склад эластичен и насколько вы эффективно можете справляться в пик. А самое главное, где этот пик находится. И что немаловажно, это то, что нормирование и сравнение показателей помогает предупредить этот пик и подготовиться к нему. Ведь если вы не знаете потенциала вашего склада или сотрудников, то, соответственно, вы не доверяете и, возможно, ваши сотрудники с этим не справятся. Тогда вы можете вернуться к первому варианту работ, когда у вас появится много скучающего персонала вне сезон. Или наоборот, авральная работа в сезон. Но есть замечательная возможность пройти этот пик с минимальными рисками. Это аутсорсинг или аутстаффинг складского персонала. Но даже для расчета потребностей в данном персонале вам необходимы правильные нормативы и верные нормы на складе. Но если ваша сезонность или пики превращаются уже в некую обыденность, то здесь вам необходимо принимать управленческие решения, например, по увеличению количества персонала или расширению складских площадей. Или, например, по смене технологии грузообработки. Ну, например, применение роботизированного оборудования или автоматизированных систем. Но все они также должны быть рассчитаны по верным нормам и установлены на тех нормативах, которые есть на вашем складе. Далее более подробно расскажет уже моя коллега Ирина. Тебе слово. Ирина, спасибо. Коллеги, добрый день. И начну свой рассказ с нашего плана, о чем мы сегодня будем говорить. Мы поговорим о том, как провести декомпозицию, как определять нормы и как их актуализировать, какие нормы и какие результаты можно контролировать в режиме онлайн, а также что можно контролировать по итогам периода. Ну и поговорим о том, что еще можно делать, используя нормы. Что же такое декомпозиция? Декомпозиция – это одна комплексная задача, цель, поделенная на небольшие, более мелкие задачи. Если говорить применительно к складской логистике, то декомпозицией является непосредственно обработка заказов, обработка входящего товара на склад. То есть каждый складской процесс мы можем декомпозировать на более мелкие процессы. Например, рассмотрим обработку исходящего потока. У нас есть заказ, который загружается в систему, далее он выполняется, далее выполняется планирование, затем обработка на складе путем отбора и контроля, и далее уже непосредственно отгрузка. Это большая комплексная задача, декомпозированная, но более мелкие. Если же говорить о еще большей декомпозиции, например, о выполнении отбора непосредственно с ТСД, то здесь тоже может быть более детальное разделение на меньшие кванты. Например, время непосредственно формирования задачи в системе, далее ее активации, после чего, после того, как сотрудник получит задачу на ТСД, зафиксируется в системе время получения, время начала выполнения и, собственно, ее завершение выполнения. Посмотрим, собственно, на примере непосредственно ВМС и Х5. Как же это выглядит в системе? Мы видим сейчас на экране задачу отбора объектов хранения, то есть отбора товара. И все кванты, которые я проговорила выше, они здесь в задаче зафиксированы. То есть это и дата планирования, и все последующие даты, которые фиксируются в задаче. Говоря о задачах отбора палет, отбора местами хранения, здесь мы видим ту же самую картину и те же самые кванты. Таким образом, если говорить о декомпозиции задач отбора в целом, мы можем с уверенностью сказать, что все кванты, которые уже определены в системе ВМС и Х5, их достаточно для того, чтобы детально разобрать этап выполнения задач отбора. Ведь сам факт того, что выполнение отбора с ТСД – это комплекс действий, который совершает сборщик, либо совершает водитель ридж-трака, водитель другого оборудования. И по факту с момента, когда сотрудник уже подъехал к ячейку до выполнения отбора и товара из ячейки, время это будет примерно одинаковым. Разница лишь в том, что время с момента получения задачи сотрудникам до ее выполнения, оно, конечно, разное в зависимости от того, где сотрудник находился на складе, когда он задачу получил, и сколько ему нужно проделать, какой путь ему нужно проделать для того, чтобы подойти к ячейке, из которой выполняется отбор. Таким образом, у нас появляется такое понятие, как очередь, и нормировать в системе мы предлагаем именно очередями. То есть очередь – это выполнение операций, например, отбора, либо других операций от самого начала до окончания, до завершения. То есть с того момента, как сотрудник получил задачу на терминале сбора данных, до того, как он завершил ее выполнение. То есть, например, при отборе положил товар на полет. Таким образом, у нас появляется нормирование операций в разрезе очередей. То есть нормировать мы предлагаем не кванты, которые у нас выстроены, а именно очереди. Говоря же о декомпозиции и более каком-то детальном разделении в очередях на меньшие кванты, но, наверное, здесь в этом нет необходимости, поскольку делить еще больше с момента получения задач до момента, пока сотрудник доехал, дошел до ячейки от сканированных кодов, уже нечего. Таким образом, появляются системы первой нормы. Когда мы говорим о этапе автоматизации и запуске системы в эксплуатации, нам нужно от чего-то отталкиваться. Не зная и не имея опыта с нормированием операций, мы можем установить эти нормы, исходя из наших ожиданий, исходя из опыта работы без системы или опыта работы аналогичной деятельности такой же отрасли. Но эти нормы, они все-таки должны быть установлены для того, чтобы была непосредственно точка отсчета. И когда мы уже проработали какой-то период времени, мы можем эти нормы актуализировать. Здесь в системе ВМС-X5 предусмотрены ряд отчетов по нормированию и, собственно, непосредственно самой выработке, где мы можем проанализировать фактически выполненные задачи с нашими нормами за период времени. Таким образом, проведя анализ, мы можем говорить о том, что наши нормы были, конечно же, наверное, либо завышены, либо, наоборот, где-то занижены, исходя из того, что мы их устанавливали, не имея такого опыта. Но уже первые результаты нам позволяют выставлять корректные нормы, исходя из работы на складе непосредственно. И также, проанализировав факт выполнения операций в разрезе, например, каждой операции по норме и по факту, мы можем уже говорить о нормировании с учетом работы на складе и с учетом накопившейся статистики и выставлять уже нормы, исходя из этих показателей. Например, помимо этого, мы можем говорить о том, что может быть выполнен расчет в системе по нашим планам компании. И исходя из имеющейся информации по нормированию склада операций, складских операций, мы можем рассчитать, удовлетворяет ли наши текущие ресурсы потребностям бизнеса. Например, разберем обработку 4000 одинаковых заказов, то есть абсолютно одинаковых, по одной строке, с одной номакулатурной позицией. В среднем, говорим о том, что у нас штат 10 человек на обработке заказов, в среднем это 200 заказов на смену. Таким образом, у нас получается время обработки одного заказа, исходя из норм, и время обработки всего количества заказов на смену. Получив такой расчет, мы можем судить о том, позволяет ли наш персонал обрабатывать такую потребность, если же, исходя из норм, у нас получается, что планы компании выше, чем наши возможности, можно говорить о увеличении штата, либо пересмотреть, почему, собственно, наши нормы такие, и что мы можем сделать для того, чтобы их снизить. для сотрудников возможности для выполнения операций. Ну, к примеру, мы можем сказать, что сейчас у нас сборку выполняет по заказу один человек, и он вынужден проходить весь склад при выполнении отбора. здесь же для увеличения эффективности и для увеличения производительности мы можем заказ разделить на два потока, например, на две части склада и пустить в параллель для работы два человека. Соответственно, здесь увеличится скорость обработки. Такие варианты. Либо же еще к пересмотру норм можно рассмотреть сам достижимый уровень, а сколько же в идеальных условиях сотрудники могут выполнить за смену, либо за час, либо за какой-то промежуток времени. Таким образом, выбрав группу сотрудников, мы можем провести нормирование конкретно на их работе в идеальных условиях. Посмотреть, сколько они могут сделать. Таким образом, получив данную статистику, можно говорить о том, что если эти люди сделали, то, соответственно, и все могут работать в этом режиме. Если же планы компании ниже, чем полученные нами показатели по нормам, то здесь можно посмотреть на другие процессы, и, возможно, где-то у нас недостает персонала, и может быть проведено перераспределение штата. Либо же, как один из вариантов, это возможность увеличения мощностей для бизнеса. Какие же результаты можно контролировать в режиме реального времени? Это, конечно же, сам факт планирования задач и планы по активным задачам на текущую смену. В MSX 5 предусмотрено рабочее место диспетчера задач, в котором начальник смены либо старшей смены может посмотреть, какое количество активных задач на период времени есть, также посмотреть, какое время они активны, и если задача просрочена, то есть это активно более определенного времени, то принять меры по перераспределению ресурсов и таким образом распределять нагрузку на персонал в соответствии с загрузкой смены. Еще одна возможность контроля результатов в режиме реального времени это плановая дата отгрузки и плановая дата доставки. Анализируя эти параметры, мы можем говорить о том, соответствуют ли ожидания клиента нашим реальным выполнениям. То есть говоря о плановой дате отгрузки, например, на нашем слайде заказ должен быть отгружен в 13 часов, а мы его отгрузили в 14 часов. Здесь, соответственно, мы можем проанализировать, почему так произошло и определить в дальнейшем точки, которые нам нужно срегулировать для увеличения производительности и увеличения клиентского сервиса. Какие же результаты мы можем контролировать по итогам периода? Это, конечно же, анализ норм начальных, которые мы задавали в начале этапа, и последующих, которые у нас обрабатываются. Здесь мы можем говорить о длительном периоде, например, взять начало года и конец года и посмотреть нормирование этих операций за более длительный промежуток времени. Еще по итогам периода мы можем контролировать выработку оборудования. Конечно же, если говорить, например, о наемном оборудовании и необходимости оплаты аренды и стоимости, то здесь нам важно, а действительно ли эффективно используется оборудование и нужно ли оно нам на складе в таком количестве. Выработка оборудования за период нам покажет непосредственно само оборудование и в каких очередях, в каких процессах оно применялось. Здесь же по отчету мы можем судить, например, взят у меня за основу один из наших проектов, здесь оборудование RichTrack используется не по назначению, используется для размещения на первый ярд. Собственно, это и показывает нам то, что это время оборудования могло быть задействовано либо на других операциях, либо, если убрать эту операцию, то, возможно, нам на складе не нужно использовать два RichTrack, а достаточно будет одного. Еще одна возможность контроля нормирования по итогам периода это изменение в процентном соотношении. То есть мы с вами говорили, что мы можем посмотреть по итогам периода сами нормы, как было изначально и как стало сейчас, но также мы можем посмотреть в процентном соотношении, как же у нас увеличилась работа или наоборот произошли какие-то другие изменения. И здесь в соответствии с результатами дальше можно проанализировать, если, допустим, процент не снижается, а наоборот увеличивается, то нужно смотреть в сторону не только просмотра нормирования, но и посмотреть по выполняемым операциям, возможно какие-то возникают у сотрудников сложности на этапе обработки. Ну а также по итогам периода мы можем контролировать выработку первой половины дня и второй. Например, до обеда можно говорить, исходя из данного отчета, можно говорить о том, что до обеда эффективность сотрудников на складе выше, чем работы после обеда. Ну и, соответственно, дополнительно можно рассматривать ночные смены в том числе и в последующем провести анализ потребности работы в те же самые ночные смены. Еще можно использовать нормы. Для чего же все они используются? Это, конечно же, возможность прогнозирования по факту того, как система наработает определенную статистику и наберет то нормирование необходимое. Мы можем включить прогнозирование потребностей ресурсов, которое нам позволит рассчитать количество персонала, требующихся на смену, например, сегодня на завтра. Таким образом, система анализирует имеющиеся заказы на отгрузку с даты отгрузки соответствующей завтрашнему дню, имеющиеся документы поступления, планируемые на завтра и проведет соответственно, расчет, какое количество персонала нам нужно потратить для выполнения полного цикла этих операций. Помимо доказов на отгрузку и ожидания поступления, система также собирает статистику по среднему выполнению задач инвентаризации, к примеру, поскольку она не относится к заказам и к поступлениям, но все-таки должна быть выполнена склад, этот персонал тоже считается и из среднего количества выполняемых операций система рассчитывает, какое количество персонала необходимо вывести на смену. Дополнительно еще мы можем говорить о том, что нормы могут быть использованы в расчете мотивационных схем. Например, у нас есть плановые показатели по выполнению операций на смену, исходя из фактически рассчитанной выработки, мы можем говорить о том, что сотрудники соответствуют, выполнили ли тот план, который на них был установлен, либо же не выполнили. И здесь говорить о процентах, например, повышения мотивации сотрудников, если план перевыполнен, либо наоборот, снижение мотивации, если он недовыполнен. Также в системе предусмотрен такой механизм, как возможность фиксировать ошибки исполнителей, как внешние, так и внутренние, претензии от клиента, она может быть обработана, найден ответственный исполнитель, и ошибки будут зафиксированы. Так и внутренние ошибки, например, по результатам отбора, сотрудник отобрал вместо двух единиц товара одну, это было выявлено на контроле, и, соответственно, сборщику фиксируется ошибка. таким образом, все набранные ошибки тоже могут быть отражены в мотивационной схеме персонала. Еще одна возможность использования нормирования, это, конечно же, тарификация по оказываемым услугам ответственного хранения. Сейчас большое количество требований к нам поступает, то есть не к нам, а к владельцам бизнеса по различным услугам с различными правилами, условиями, слоями и так далее. Соответственно, мы можем согласиться, например, обрабатывать заказ на отгрузку в течение одного часа. Но по факту согласиться на оказывание таких услуг но по факту проанализировав работу на складе у нас получается например полтора часа. Таким образом, проанализировав целиком обработку заказа, мы можем найти те реперные точки, где у нас есть увеличенное время обработки и принять корректирующие меры. Но, к примеру, если у нас отбор выполняется опять же тот же самый пример одним сборщиком по складу и пробег от одной части склада составляет длительное время, мы можем говорить о том, что склад поделет на несколько частей, сборщики закреплены зонированно и соответственно сборщики закрепляются за зоной, здесь мы можем пустить потоки отбора параллельно, что увеличит естественно время обработки заказа и будет соответствовать нашим условиям с договоренностями. Еще один вариант использования норм это возможность выполнить расчет себестоимости. Здесь мы можем говорить о том, что каждая позиция на складе имеет какую-то стоимость, но и сама работа персонала тоже имеет свою определенную стоимость и здесь как правило мы хотим узнать себестоимость товара непосредственно исходя из затрат потраченных на ее обработку на складе. На моем примере мы можем увидеть затраты на обработку одной строки одной номенкулатурной позиции с момента ее приемки на склад до момента отгрузки. Здесь выполнено несколько операций, но которые позволяют просмотреть какой-то определенный цикл жизни товара на складе. Таким образом из норм соответствует то, что на одну позицию нам необходимо потратить два часа на ее обработку, умножая это на фото сотрудников и на выплату определенной мы можем говорить о том, сколько же нужно увеличить себестоимость товара на конкретную обработку. Дополнительно в себестоимость мы можем рассматривать и оборудование в том числе именно в части временных затрат на выполнение этих складских операций. Для чего же еще можно декомпозировать? Еще одна возможность декомпозиции, которую хотелось бы отметить, это возможность показать складскому персоналу собственно и уже собственную выработку для того, чтобы у них внутри сформировался такой уровень мотивации между собой и уровень ну, наверное, таких возможностей сделать побольше. то есть если они увидят, что какой-то сотрудник делает больше, чем они, они, конечно же, тоже захотят сделать столько же, исходя из того, что на норму у нас завязана и мотивация в том числе. Соответственно, здесь мы можем говорить о достижимой производительности сотрудников в течение определенного времени. Ну и говоря о остальных вариантах возможности использования нормирования, здесь также можно отметить возможности формирования за период отчетов выработки исполнителей и просмотра непосредственно как у нас сотрудник работал на начальном этапе например внедрения системы и как стал работать сейчас. Либо же как сотрудник работал только когда устроился в компанию и как он стал работать сейчас. Такие показатели мы тоже здесь можем просмотреть и проанализировать. на этом моя часть подошла к концу я передаю слово Юрию. Спасибо, Ирина было очень познавательно и прежде чем перейти к блоку ответа на вопросов хотелось бы подвести промежуточные итоги. Как же все-таки нормирование помогает или может помочь или должно помочь вашему бизнесу? Ну во-первых зная нормативы выполнения складских операций мы можем прогнозировать это время самые главные ресурсы и по необходимости перераспределять их. Также вы можете построить объективную мотивацию линейного персонала на основе сна фактически выполненных работах и соотношение их с нормативами. Также зная нормативы вы можете рассчитать фактическую стоимость выполнения конкретной операции и понять насколько она как операция является операция с добавочной стоимостью то есть прибыльной или наоборот затрат и в конечном итоге понимая сколько стоит выполнение каждой операции вы можете просчитать тарифную сетку и соответственно предоставлять услуги ответственного хранения ну например как внутри своей компании или холдинги так и для сторонних поклажетателей но надо понимать что только зная реальную стоимость реальную себестоимость выполнения операций вы можете построить разумный 3пл сетку